В ночь на 22 сентября 1943 года закончилась охота на гауляйтера, палача белорусского народа Вильгельма Кубе. В доме по улице Театральной 27 прогремел взрыв. У генерального комиссара была оторвана левая рука, разворочена грудь. На поиски причастных оккупационной власти бросили все силы. Бойска захватчиков оккупировали белорусскую столицу 28 июня. Установили здесь так называемый новый порядок – режим насилия и грабежа. Он подразумевал порабощение и истребление населения. Что касается полицейских мер, то, пожалуй, это самая страшная страница нашей истории. По сути, массовый террор и геноцид населения Белоруссии. Чтобы удержать новый порядок, Гитлер назначил Вильгельма Кубе генеральным комиссаром генерального округа Белорутения, то есть Белоруссии. Бельгельм Кубе родился в 1887 году в Селезии. Окончил факультет истории и право Берлинского университета. Прошел Первую мировую войну. После поражения Германии стал ярым националистом. В 1927 году вступил в национал-социалистическую немецкую рабочую партию. Уже через год стал гауляйтером, политическим руководителем Остмарка, а также депутатом Рейхстага и парламента Пруссии. В 1933 году вступил в ряды СС в звании оберфюрера. Через пару лет головокружительная карьера оборвалась. Виной вспыльчивый и склочный характер Кубе. В 1936 он оказался в центре двух скандалов. Отдал приказ расстрелять несколько солдат и офицеров, которые ему не подчинились. Кроме того, плел интриги против Мартина Бормана, тени фюрера. Этого Куба не простили и отправили на покой на несколько лет. Служба в Минске стала шансом реабилитироваться в глазах Третьего Рейха. Карательные акции шли одна за другой. Облавы, убийства, погромы. В Беларуси создали 260 концлагерей. 14 из них – детские. Только в Тростенце были убиты более 200 тысяч человек. В марте 42-го в центре Минска расстреляли 5000 узников Минского гетто. Сейчас на этом месте – мемориал Яма. Однажды перед группой офицеров Кубе сделал заявление. «Надо, чтобы только одно упоминание моего имени приводило в трепет каждого русского и белоруса, чтобы у них мозг леденел, когда они услышат Вильгельм Кубе. Я прошу вас, верных поданных великого фюрера, помочь мне в этом». Кубе был прагматичным и циничным. Выступал против ликвидации всех и сразу. Из-за этого ему иногда приписывают некую человечность. По своей сути, человек этот был интриганом, достаточно осторожным и поднаторевшим в этих закулисной борьбе. Попытки приписать ему какие-то гуманистические, скажем, подходы к населению, они, на мой взгляд, не обоснованы. Поскольку он отвечал, в отличие от высших фюреров войск СС и полиции и других должностных лиц Вермахта, он отвечал еще за выполнение различных планов, в том числе сельхоззаготовок и так далее. Поэтому он был заинтересован как можно в более длительной эксплуатации населения. Именно с этим связано то, что он говорил, что не следует сразу же уничтожать всех. Вовсе это не было вызвано какой-то любовью к белорусскому народу, к евреям. Беременная жена Кубы Анита и дети выжили. Мина действовала точечно. Позже Анита вспомнит. Она говорила, что ее муж предчувствовал гибель и написал стихотворение. Оно сохранилось, в которой он говорит о том, что его ждет довольно трагическая кончина. Подпольщики и партизаны давно охотились на Кубе. Было несколько неудачных покушений. Из-за неуловимости Гауляйтера прозвали везунчиком. Но везение рано или поздно заканчивается. К концу 1941 года, по подсчетам современных историков, на территории Минска действовало около 50 подпольных групп, насчитывавших порядка 2000 человек. Одной из таких групп была подпольная группа, созданная при участии Марии Борисовны Осиповой из бывших преподавателей и студентов юридического института. Она участвовала в распространении подпольной литературы, которая издавалась Минским подпольным городским комитетом партии, вплоть до момента его полного, так скажем, уничтожения осенью 1942 года. Мария Осипова родилась в 1908 году в Толочинском районе Витебской области. С 13 лет работала на заводе разнощица и стекла. Была председателем районной организации пионеров. В 1924-м вступила в комсомол. Через 4 года ее переняли в ряды КПСС. Закончила высшую сельскохозяйственную партийную школу имени Ленина. Позже Минский юридический институт. Осипова была, ну, можно так, сподпольщица с первых где-то дней, первых, ну, короче, месяцев войны. Держала связь с многими партизанскими отрядами и бригадами, а потом она в конце вышла на подпольный горком партии. В общем, она имела большой опыт, организаторский опыт, вот такое, ну, влияние. Женщина решительная, целеустремленная, по-своему, там, жесткая. На тот момент ей было уже 33 года. По меркам тех лет это достаточно взрослый человек. Последний отряд, с которым сотрудничала Мария Осипова, подпольное имя Черное возглавлял Давид Кеймах, Дима. Черное работало и с его заместителем Николаем Федоровым. Они дали задание опытной подпольщице изучить возможности ликвидации Кубе, узнать, как он работает, отдыхает, передвигается по городу, установить имена прислуги в особняке Гауляйтера. Осиповой известно, что новая волна репрессий в Минске начнется 30 сентября 43-го. Было решено убить Кубе до этой даты. Времени оставалось мало. Вариантов устранения Кубе было немного. Первый – организовать аварию, столкновение машины Гауляйтера с грузовиком. Но выяснилось, что Кубе часто меняет автомобили. Второй – отравление. Это было слишком рискованно. В семье первыми ели дети. Они могли стать жертвами. Тогда музыкант из группы «Марии Черной», который служил в театре Янки Купалы, вспомнил некого Николая Пахлебаева. Мол, тут знаком со многими влиятельными немцами. Часто в исторических источниках пишут, что Пахлебаев был директором Минского кинотеатра. Но это не так. Он был помощником. На руководящие должности местных жителей немцы не назначали. Ему удалось скрыть свое как бы воинское звание. Он был помощником политруком, то есть относился к политсоставу Красной Армии, которых по приказу Гитлера и Гиммлера расстреливали на месте при обнаружении. У Пахлебаева была довольно загадочная история вхождения в Минск, пребывания в Минске. Пахлебаев и стал той ниточкой, которая помогла выйти на приближенных к Кубе. Согласился сотрудничать с партизанами не сразу, а только после личной встречи с ними. Его немцы не тронули. Но, видимо, он был человек, который умел приспосабливаться, умел находить общий язык с оккупантами. Пошел к ним в доверие. Это было очень важно. По сути дела, его роль свелась к соединению Осиповой, связной партизанского отряда Кеймаха и Мазаник. Дело в том, что у него были, скажем так, интимные, любовные отношения с Валентиной, сестрой Еленой Мазаник. И об этом узнали партизаны. Они встретились с Пахлебаевым. Благодаря Пахлебаеву и состоялась знаковая встреча связной Марии Осиповой и домработницы Кубы Елены Мазаник. Увиделись женщины в парке Горького. Разговор был сложным. Мазаник ранее пыталась завербовать Надежды Троян. Не вышло. Елена требовала встречи с Кеймахом, но Троян отказала. А Осипова сказала да. Черная смогла обеспечить связь с командиром. Елена сказала Марии Осиповой, «Вы пойдете в лес, и пусть моя сестра Валентина встретится с ним». Ну вот, и это вот осуществилось. Для убийства выбрали английскую магнитную мину. Без часового механизма. А значит, ее нельзя было услышать. Устройство считалось секретным. Его макет хранится в Центральном архиве ГРУ Генштаба Вооруженных сил России. Не одна мина, а две мины были английские. Одну она взяла на резерв в случае, если у нее не получится. В Амазане. Магнитная, да, она небольшая. Она очень удобная, что в сумочке ее можно было хранить. Мария Осипова положила на дно корзинки ее. А наверх там положила ягоды, там еще все. Предстояло пронести мину через весь Минск. Мария Осипова никогда не рассказывала, было ли ей страшно в тот момент. Да и в целом она нечасто давала интервью. Точно известно лишь одно. Если бы кто-то увидел волнение на ее лице и дотошно обыскал, Марию Борисовну убили бы на месте. Это было очень опасно. Бог, как говорится, был на ее стороне. Надо было ряд постов таких пройти. Не первый раз. Она еще ходила в отряды партизанские. И она умела беседовать, общаться с полицейским. Тот ей сказал, там она начала что-то искать. Так он говорит, давай, а то я все, ну, короче, брошу этот весь, кошь эту корзину и все, пусть раздавятся твои яйца там. Ну, и она говорит, ну что вы, зачем волноваться? Вы же не получите никакой прибыли. И он, значит, он понял, что она, ну, хочет ему что-то дать. Она отдала 25 марок. И два десятка яиц. Столько стоила жизнь Кубе. На конспиративной квартире Осипова передала Мину Мазаник и научила женщину обращаться с устройством. Елена Мазаник завернула Мину в платок, в дом Кубе, пронесла ее в корзине. Сверток вызвал подозрение у охраны, но домработница сказала, что это подарок Аните Кубе. Уже в помещении Елена привязала Мину с запущенным механизмом под платье. Едва прикрепила устройство под матрас кровати Кубе, ее выгнали из спальни. Мазаник отправилась домой, сославшись на сильную головную боль. Все сработало по плану. Мина взорвалась в 0 часов 40 минут. Нужно было уходить как можно быстрее. Все было хорошо спланировано. И прошло быстро и четко. Это был тщательно продуманный отход, удачный отход, который завершился спасением наших подпольщиков, наших героинь. Они прибыли в отряд Дмитрия Кеймаха. Организацию отхода взяла на себя Мария Осипова. От Минска до отряда Димы около 25 километров. Снова через посты полицейских. Но отход усложнялся выдвинутыми Мазаник условиями вывести из столицы ее родственников. Это очень сложная задача была. Почему? Потому что по свидетельству современников приходилось увозить и домашний скарб за телегой, которая шла из Масюковщины почему-то в Минск. Вот так получилось. Такого требования было родственников Елены Мазаник. Везли скарб, одежду. Ну, в общем, какие-то такие детали, о которых можно не говорить, но они показывают всю сложность задачи, которую решала Осипова. Ей пришлось учитывать не только выполнение приказа командования, но и просьбу или требования Мазаник, ее родственников. Женщинам снова помог Николай Пахлебаев. У него был необходимый ресурс и желание отомстить нацистам за их зверство. Вместе со своим помощником, с водителем Николаем Фурцем, они подогнали машину в назначенное время в театру Янки Купалы, погрузили туда Мазаник, Осипову, и они поехали в сторону Паперни из Минска. Он организовал машину, якобы под предлогом, за песком они поехали. Оккупанты быстро создали большую особую комиссию, осмотрели место происшествия и нашли кусочек материала. Оберштурмфюрер СС Брейер, исходя из своего опыта, установил. В спальне взорвалась магнитная мина английского производства. Немцы очень быстро раскрыли весь этот сюжет. Уже с опозданием, конечно, нашли следы Мазаники, Елены, ее сестры Валентины, Осиповой нашли. И была комиссия Бендорфа, немецкого следователя, который быстро это все раскрутил, но уже держи как бы удачу за хвост, он ее не поймал. А судьба Пахлебаева довольно трагичная, немцев ее поймали, и он погиб. В Москве стало известно об успешном исходе операции. Вскоре Осипову, Мазаники, Троян доставили в столицу. Их ожидали вовсе не почести, а длительное разбирательство, сопровождавшееся допросами. Данные были противоречивые, поэтому это вызвало необходимость допросов. Да, они проводились достаточно жестко, но без выхода, так скажем, за рамки. Потому что и Троян, и Золотарь, это командир чекистской спецгруппы, утверждали, что они проделали огромную работу по подготовке этого террористического акта против Кубы. То же самое говорили и другие. Это были не самые приятные воспоминания в жизни трех женщин. Допросы вели нарком госбезопасности СССР Всеволод Меркулов, его заместитель Богдан Кабулов и начальник разведуправления генштаба Красной Армии Федор Кузнецов. Они пытались найти в показаниях героинь нестыковки. К Троян, в силу ее молодости, относились со снисхождением. А вот Осипову допрашивали с пристрастием. Вспомнили, что ее уже арестовывали нацистские спецслужбы и отпустили. Сложно было поверить и в то, что она смогла пронести мину в город без чьей-либо помощи. Дело в том, что претендовали на лавры организаторов и исполнителей почти полтора десятка отрядов и групп. Партизаны, чекисты и разведчики. Командир чекистской группы Юрин, человек, успешно начавший войну, получивший высокий орден Ленина уже 6 августа 1941 года, поплатился за это своей, но и не жизнью, по крайней мере, сломанной судьбой и карьерой. За то, что он отстаивал, от Санава его в этом вопросе поддерживал, что, дескать, это агенты группы Юрина осуществили этот террористический акт, он в итоге получил 6 лет лишения свободы. После возвращения он, конечно, был реабилитирован, но уже отказался от службы в органах и потом состоялся как такой, знаете, сильный хозяйственник, человек, который впоследствии орденом Октябрьской революции был награжден. Одним словом, человек цельный, сильный, но здесь вот это его погубило. Осипова, несмотря на давление, отстояла правду. Операцией руководила воинская часть во главе с Федором Кузнецовым. Сталин посмотрел на фотографию Марии Борисовны и сказал, что она заслуживает звание Героя Советского Союза. Она вообще боевая, деловая такая. Она схватывала, ну что я заметил, на ней что-то вопрос, она уже схватывала сразу, это редкие люди есть. Она такая напористая, боевая, ну и, конечно, любительница кое-что приписать себе. Отношения между Мазаник и Осиповой не сложились. Тогда Героям Советского Союза никто лишних вопросов не задавал. А почему не сложилось? Это очень сложная такая, я бы сказал, психологическая обстановка, которая сложилась после войны между героинями. Могу привести маленький пример. Например, Осипова после войны предъявляла некоторые претензии к заслугам Елены Мазаник, пыталась их как бы преуменьшить. В том плане, что она главный организатор вот этого взрыва. А, мол, Елена Мазаник, ну что она сделала? Ну, она прошла, пронесла мину и подложила мину, и все ее заслуги. Хотя историки иначе оценивают эти события. После войны Осипова участвовала в восстановлении разрушенного войной Минска. В буквальном смысле. Разбирала здания, очищала площадки. Занималась и общественной деятельностью. С 47-го по 63-й год, в течение 16-ти лет, она была депутатом Верховного Совета. Она выступала, и, в общем, мы к ней прислушивались. По подполью, вы знаете, что многие тут руководители, мы об этом не говорим, мы не пишем, значит, фактически. В том числе и Пономаренко, и Козлов, я уже не говорю там о Цанаве раньше, вообще не хотели признавать Минское подполье. И даже говорили, что, вот, Козлов, что это делало гестапо. 30-го ноября 42-го года за подписью Пономаренко в белорусские леса ушла радиограмма о том, что Минский подпольный горком является подставным центром гестапо. И, стало быть, все те, кто с ним так или иначе сотрудничают, они уже, так скажем, без всякого доказательной базы уже подозреваются в сотрудничестве с немецкими спецслужбами. После войны минские подпольщики оказались в трудном положении. Многие лишились свободы. Она отстаивала права людей, которые сражались с врагом, но были незаслуженно оклеветаны или огульно зачислены в список пособников вражеских. Я в архиве встречал один документ. Это письмо, в том числе среди подписантов которого была и Мария Борисовна Осипова. Это письмо было направлено в Минскую прокуратуру с тем, чтобы был реабилитирован Котиков. Это член Минского подпольного горкома первого, который был схвачен. И, в общем-то, ему потом удалось бежать, но после перехода через линию фронта он был арестован органами НКВД, получил срок за сотрудничество с оккупантами. Осиповой удалось спасти 300 подпольщиков. Не забыла она и Пахлебаева, ведь это благодаря ему операция возмездия закрутилась. Нашла его родственников, рассказала о подвиге Николая. Благодаря ветерану Великой Отечественной войны, писателю Николаю Дубровскому, который был близко знаком с Марией Борисовной, на улице Революционной в Минске установлена мемориальная доска Пахлебаеву. В 2008-м Дубровский скажет журналистам. У Николая не осталось ни могилы, ни наград, поэтому я твердо решил, что на доме бывшего немецкого кинотеатра в Минске должна быть мемориальная доска Пахлебаева. Долго к этому шел, но свой долг выполнил бежий солдат. В учебниках истории такого не найти, а наши дети должны знать всех героев войны. После выхода на пенсию Осипова встречалась со школьниками и студентами, была частой гостьей на фабриках и заводах в воинских частях. Рассказывала правду о войне, участвовала в ветеранском движении, стала почетным гражданином Минска и города Наурека, что в Таджикистане. На доме, где жила героиня Советского Союза, на улице Киселева, в честь ее подвига установлена мемориальная доска. Мария Осипова никогда не была обычной. Не каждая девочка пойдет на тяжелую работу в 13 лет. И не каждая взрослая женщина решится под носом у убийц организовать подпольную группу. Затем пронести мину через многочисленные блокпосты. А потом уже после войны продолжать бороться, отстаивать права и честь подпольщиков. Она была героем не только по званию, но и по жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин